От мечты к реальному бизнесу в Чувашской Республике стартовала программа «Фабрика предпринимательства.Дети». В рамках национального проекта школьники учатся составлять бизнес-планы и реализовывать их. В центре детского творчества Калининского района столицы ребята из разных школ города. Пока еще не бизнесмены, но очень интересующиеся малым бизнесом. Два месяца они будут учиться на фабрике предпринимательства. Детей мы будем обучать в течение двух месяцев. Они рассмотрят такие темы, как телеполагание, тайм-менеджмент, публичное выступление, ораторское мастерство, команда образования, бизнес-модель, бизнес-процессы. То есть они будут обучаться предпринимательским компетенциям. Также к детям будут приходить наставники. Это фишка нашего проекта. Наставники – это действующие предприниматели нашего региона, которые будут делиться своим опытом, о своем бизнесе расскажут. Почему они этот бизнес открыли, как они к этому пришли. Будут отвечать на вопросы детей. Времени на раскачку нет, поэтому сразу к делу. Здесь, как в бизнесе, нужно четко понимать, что ты умеешь делать и как это использовать с выгодой для себя. Вначале речь о необходимых навыках. О бизнесе надо говорить просто. Им нужно понимать, на чем они могут зарабатывать деньги сейчас. Нужно дать базу мышления. Именно базу того, как они дальше смогут развиваться. Потому что этому, к сожалению, редко где обучают. Сейчас мы в рамках федерального проекта бесплатно обучаем еще и предпринимательству. Для того, чтобы дети смогли открыть свое дело, нанять людей и, соответственно, развивать свой бизнес. После личностных характеристик переходят к формированию команд. Ведь очень важно, чтобы в твоем коллективе работали близкие по духу и надежные люди. Я пришла сюда для того, чтобы научиться чему-то новому, понять, как можно действовать дальше, какие строить себе планы на будущее. Получить какие-то новые навыки, к примеру, даже как построить бизнес, как придумать бизнес-идею, чем мы сейчас и занимаемся. Мне кажется, я получу навыки предпринимательства на этом мероприятии и научусь именно тому, что мне понадобится. Особенный театр, салон для отдыха родителей, пиар-учреждения, тур-компания. Бизнес-проекты этих школьников при правильном подходе уже можно выводить на рынок. А это еще только первое занятие. Наша идея состоит в том, чтобы открыть бизнес-компанию, которая будет заниматься тем, что, допустим, человек создал маленький свой бизнес, но ему нужно, чтобы он ушел в массы. Мы, так как обладаем навыками ораторского искусства и общения с людьми, будем заниматься тем, что доносить до людей, до аудитории, мы будем так подавать информацию, что аудитория не сможет просто не обратиться к нашим заказчикам. Теорию закрепят практикой. Впереди у школьников встреча с успешными предпринимателями региона, которым есть чем поделиться. Они станут для ребят наставниками. Завершающий этап обучающей программы – презентация собственного бизнес-проекта. Победители ждут призы и помощь в реализации идеи. Татьяна Трофимова, Борис Андреев, Республика.